здравствуйте мои дорогие друзья продолжаю любоваться своими архидейками но я вчера их уже показывала это вот у меня восточный подоконник и я про него вчера рассказала я хочу провести анализ растений которые за полтора года у меня собрались цветами я занимаюсь так сознательно полтора года вот и ответить на вопрос какие из них очень простые и неприхотливые а какие капризные как например вот это пепперомия и сегодня я хочу показать еще один южный подоконник с казалось бы очень простыми растениями но они не такие уж и простые могут какие ассоциации возникают у цветоводов начинающих при слове герань ну конечно только одни это самое простое растение проще которого уже не существует которое росло на подоконниках у наших бабушек и когда человек начинает выращивать герань и вдруг что-то не получается но это я о себе говорю тучок приходит к выводу но я вообще не цветовод и ничего я не умею и все это безнадежно а дело в том что герань не такая простая как кажется вот смотрите вот эта герань пришла с улицы вот какая она приходит видите она столько листьев по засушила и даже вот то что она по инерции выпустила такие вот чудесные казалось бы кисточки цветов они в очень угнетенном состоянии улица и дом для нее совершенно вот вот этот переход с улицы домой для нее очень и очень болезненный потому что на улице много солнца и она требует много солнца эти растения стояли не в тени они стояли на улице и вот эти листья которые у них на улице были они вообще для темноты непригодны она их отсушивает по-любому и вот это она уже выпускает новые листочки она выглядела еще хуже то есть я думала что я просто какой-то губитель герани но нет она выпускает новые листики вот и даже хоть как-то начинает свисти все предлагают ее вот так вот чикнуть чтобы она там вот видите какая у меня палочка получилась длинная но я к такому не готова потому что мне кажется что если я чикну на этом закончится вообще все то есть уже ничего не вырастет и здесь видите выходят бутончики ну пусть себе выходят я по принципу лучшая враг хорошего пусть она хоть немножко тихонько цветет но хоть как-то цветет вот то есть герань это совсем не простое растение при возвращении в дом при возвращении с улицы она совершенно так вот впадают в депрессию и сбрасывает все листья выглядит очень плохо и весь вот этот подоконник был целый месяц темно ты вот сейчас солнечные деньки начались какие-то в таких вот вытянутых жиденьких таких вот листиках это уже новое все было я не знаю тут наверное ведро было сухих листьев я все время это чистила и это очень все неприятно скажем прямо вот совсем не пережила расставание с улицы бегунья элатиор и и все люди которые имеют теплицы так хвалят ну потому что тепличные условия и комнатная это совершенно разные вот здесь у меня батарея здесь ремонт еще немножко мы не доделали поэтому она не очень красиво эта батарея вот мне так не хочется показывать но она здесь есть и бегунья элатиор вот эту батарею надо было мне его туда как ну ставить вот а сюда ставить я уже не знаю что какие-то суккуленты может быть потому что суккуленты еще хоть как-то вот они даже цвести собрались вот сейчас я показываю вот они вот также кстати крассандра я она вообще листики новые все тоже выпускает тоже все листья сбросила после улицы вот вот у меня здесь получается собрались растения которые нереально грустят за улицей просто нереально и вот видите вот это герань она выпускает новые листочки они были это меленькие меленькие такая необычная она очень не нравится просто прелесть вот но на улице она была коричневая еще и такими разводами красивыми а в комнате только сохранилась вот эта каемка то есть она совершенно меняет окраску листьев точно также как вот эти герани это у меня были белые такие вот почти белые листья но и осталась такая желтая каемка вот герани совсем не простые будут ли они цвести как они себя будут вести я буду показывать и поэтому комплексовать по поводу того что не получается какое-то растение может быть оно не такое простое как кажется поэтому герани у меня в категории коварных бугенвили у меня в категории супер коварных видите вот это что-то вот такое вот у меня отрастает вот эти веточки они вообще даже и не отрастают я не знаю то ли мне вот эти листья ужаснейшие с улицы может быть мне так вот прищепнуть эту макушку и из пазух пойдут ростики я не знаю потому что из вот там в конце выходит какой-то ростик такой страшненький то есть бугенвили и страшненькие герани страшненькие все страшненько только каланхоэ смотрите какие хорошенькие не знаю будут свисти не будут и фикус али пестролистный такой лапочка просто просто лапочка то есть я делаю анализ чтобы сказать какие растения неприхотливые какие коварные то есть растут растут а потом бац и какие капризные так вот герани я считаю очень коварные растения с ярко выраженной сезонностью в которой надо разобраться которую нужно изучать вот и это растение с улицы в дом из дома там еще куда-то то есть нужно разобраться это сложный процесс это непростой процесс вот то же самое с бугенвилиями то же самое с крассандрой то есть она не такая простая как кажется хотя я ее обожаю просто это у меня обожаемое растение вот ну а простые фикус али голову совсем не морочит мне смотрите какой хорошенький еще и красавчик пестрый суккулентики тоже я не стану называть уж такими простыми но простые пусть будут простые и вот каланхуя я просто обожаю вот а вот это вот что такое у меня такое разноцветника я не знаю тоже хорошенькая миленькая и совершенно не капризное растение вот я показала вот эту свою полочку вернее полочку окно свое вот это до этого я уже показала сколько наверное три окна и полочку вот и буду продолжать у меня 7 окон не сколько я показала 1 2 3 4 до 3 окна и полочку это получается пятое мое видео потому что я хочу все все растения показать которые у меня за полтора года собрались я не собиралась чтобы их было так много но так уж получилось и пока что расставаться мне не хочется ни с кем даже самыми самыми капризулями самыми врединами мне расставаться не хочется вот ну буду показывать и дальше свои обзоры всем удачи и здоровья